Ну что, ребята, всем привет! И это вторая часть выпуска, где я снимаю постройку своего автомобиля, нового проекта, на котором я буду ездить по городам, к вам, мои дорогие подписчики, и удивлять громким автозвуком. В этой тачке я строю стену, как вы уже знаете, и сегодня в ролике я буду продолжать варить клетку для этого автомобиля, и в этом же ролике я уже начну обшивать эту клетку фанерой. Ну что, меньше слов, заваривайте себе там чаек, кофеек, конфетки, печеньки. И приятного вам всем просмотра! Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok И как вы уже поняли, мы начали варить основу для клетки, это самая ее нижняя часть, пол, так скажем. Наверное, первый у вас вопрос появится, типа, по каким параметрам, как ты что высчитывал, и чтобы получилось нормально по объему, по итогу. Первонаперво я замерил расстояние между центральных стойках автомобиля, ну, с небольшим отступом, так скажем, и замерил расстояние от этой центральной стойки в сторону багажника, до задних стойк, вот этих вот полусфер, которые, под которыми прячутся как раз вот задние стойки. И получился вот такой вот прямоугольник, это для начала. Так как дальше идут задние стойки, вот эти вот полусферы, так скажем, там, естественно, идет уже всужение, это сама клетка получится. Замерил вот это вот расстояние между задними стойками, опять же, тоже с небольшим отступом, и так, чтобы под углом проходила клетка. И получилось, грубо говоря, вот так. Это основа той самой клетки, а там уже по центру, вот так вот, надо, получается, усилить. Ну, и дальше продолжить, и вот так вот. Это основная часть клетки. Но, казалось бы, да, типа, начинать всегда сложнее, чем дальше пойдет процесс. Но нет, это был самым легким этапом из того, что мы начали делать в автомобиле. Ну что, с нижней частью клетки уже готово. И просто посмотрите, какая она, на самом деле, массивная получилась, мощная, и в ней достаточно много железа. Она блюду уже весит, я не знаю, килограмм, наверное, 50. И следующим моментом варки я сейчас начну уже варить боковые стенки вокруг основания, как раз этой нижней части. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Далее поставив это основание клетки уже на пол автомобиля, так скажем, на заднюю часть полуавтомобиля. От нее начали строить боковые стенки вдоль, получается, задних дверей. Они должны стоять, грубо говоря, 90 градусов относительно самого основания этой клетки. Но так, чтобы и не задевали, получается, двери, и чтобы было какое-то расстояние до самых дверей и центральных стоек автомобиля. И, естественно, даже в момент постройки своего нового проекта, я не забываю о своем любимчике. И сегодня для него также приготовил небольшой сюрприз в виде новой магнитолы от компании AtoToto, которую я заказал на Алиэкспресс. Пойдемте более поближе на нее взглянем и установим. У меня сегодня не совсем эстетичные руки для распаковочного формата, так скажем, но я думал, вы понимаете, почему и откуда это все. Что я вам могу сказать? Я уже распаковываю ее, я немножечко прифигел с комплектухи. Идет две защитные пленочки. Я не помню, как они называются, но вы поняли. Это по высокому уровню переходнички. Если возможности нету подвести тюльпаны, допустим, в магнитоле, вы можете с аудиосигналов магнитолы преобразовать себе под тюльпашки для усилков. Вот даже такие вещи идут уже в комплекте. JSM-модуль, микрофайн. И смотрите, сколько, так скажем, одинаковых коннекторов, которые подходят к магнитоле, но с разными тыльными задними сторонами. Если у вас, например, нету евро-разъемов вот таких, вы можете, собственно, нарастить проводами. Это удлинитель под USB. И даже вот еще одна есть. И они все чем-то действительно, наверное, отличаются. Это вот под тюльпаны выхода и под видеосигнал. Вот такие вот кронштейны. Они, кстати, реально, ну, нормально весят. Это не такое убогое китайское качество, которое обычно на Алиэкспрессе. Я в целом забегаю наперед. Это магнитолы там не за 3000 рублей с Алиэкспресса. И вы сейчас вот реально поймете качество. Просто посмотрите. Качество принта. Кто реально имел, я не знаю, камеру Sony на руках, я просто на ней сейчас снимаю, вот у них плюс-минус такое же качество книжечек вот этих всех. Хайта о многом говорит, что это далеко не шепортреп. И хорошая действительно фирма изготавливает. Это двудиновая магнитола. Она не та планшетная магнитола, которая там больше, чем 2.1 устанавливается в автомобиль. Так как у меня штатная двудиновая переходная вот эта вот рамка, я больше, чем 2.1 не могу поставить в это место. И вот таких вот две переходных рамки. Если вдруг там у вас отверстие чуть больше, например, вы себе вот такую рамку чуть больше ставите под магнитолу. Богатый комплект. Вот просто, ну, реально огромный. И гвоздь сегодняшней программы. Вот она сама магнитолка. Как вы уже поняли, это магнитола от OTA A6PF. И она на андроиде. Она имеет на борту 2 гига оперативы. И, если я не ошибаюсь, 6-ядерный процессор, который, ну, не позволит этой магнитоле тупить, как вот эти вот бюджетные, там, за 3-5 тысяч магнитолы. Ну, а сейчас, наверное, давайте приступим к монтажу этой магнитолы. Мне уж интересно, как она действительно передает картинку. Узнать ее действительно, отзывчивать быстроту и звучание, что самое главное, хотелось бы понять. Ну, все, меньше слов. Погнали ставить эту магнитолу в тачку. Так, ну что, я мало-помалу установил эту магнитолу уже. Я думал, что магнитола, она получается непроцессорная. И никак не получится разрулить весь фронт сабвуфер через магнитолу. Как можно было делать через мой старый пионер процессорный. Но нет, в настройках все есть. Сейчас вам все покажу. Сразу к меню, к экрану, мне реально он понравился. Высокое качество, достаточно, нету пикселей, размытостей каких-то. Я вот не знаю, как вам так показать, чтобы было понимание. Вот смотрите, ничего не лагает, просто все настолько плавненько. Я думаю, ну, камера должна передать, на самом деле, что нет никаких зависаний. Сенсор, вот просто от любого прикосновения, минимального срабатывания. Сейчас интернет не подключен, поэтому особо не ожидайте, что мы сейчас подключимся к YouTube. Но я думаю, вы видите по красоте картинки, по четкости передачи, на самом деле, экран действительно достойный. Настройки звука. То есть здесь эквалайзер сразу от 24 Гц до 20000 Гц. Его можно будет настроить. У меня по дефолту все выставлено. И вот кроссовер, собственно говоря. Вот фронт можно порезать от скольки Гц, да, от 160. Но по слуху я вам сразу могу сказать, что это второй порядок. То есть на четвертый здесь рассчитывать не стоит. До 10К выставил действительно рабочий абсолютно кроссовер. Еще к моменту, да, к тому, что это процессор, действительно, башка, коррекция времени. Все выставляется, каждый динамик. Кайфовая магнитола на андроиде. Не тупящая абсолютно. С действительно качественным звуком мы уже успели с оператором как бы отслушать. Кстати! Дальность, дальность блютуса. Дальность блютуса, смотри какая. Я с телефоном отхожу. А как это работает, слышишь? То есть видите, я убавляю громкость, насколько, ну, дальность магнитолы. Там пионер, который до этого стоял за оверпрайс. Сейчас они стоят, как бы, эти пионеры. Чтобы ты понимал, наверное, двадцатку стоит этот магнитол, если не больше. Она, ну, типа там, 3 метра делаешь от автомобиля, уже не работал блютус. А тут, как вы видите, у меня есть еще куда отойти. Смотрите, сколько метров. Ну, чтобы не собрать, метр, наверное, двадцать точно здесь есть. Я наловил. Я могу с точностью вам рекомендовать эту магнитолу. Я все ссылочки, как всегда, оставлю в описании. Заходите. Прямо сейчас действует на нее скидка на Алиэкспресс. И помимо той скидки, которую вы по моему промокоду сможете получить, сейчас еще акция проходит от Алиэкспресс. Там за каждую покупку, каждые две тысячи, по-моему, 250 рублей еще бонусом дается. Поэтому заказывайте, кому нужна была качественная, реально магнитола. Переходите по ссылке в описании и покупайте. Ну, все, погнали дальше. Быть таким, как сей, с детства не умел. Видимо, такой в жизни мой удел. Она, да что она, вечно мне лгала. Ты меня никогда понять бы не смогла, Распишавшись, прыгнув со скалы. Вот я был, и вот меня не знала. Ты никогда в этом узнаешь ты, Тогда поймешь, кого ты потерял. Тоже как бы особо вопросов по боковым и задней стенке не было никаких, потому что они все по 90 градусов. А те стенки, которые уже идут выше, их нужно было делать домиком, потому что сам автомобиль, он как бы не идет 90 градусов, он не кубического размера. Это не Ниссан Куб какой-нибудь и другие автомобили, которые схожи с кубиком. Крыша немножечко, получается, в основании она сужается, поэтому те стенки, которые можно было сделать по 90 градусов, мы сделали, а уже следующие должны, получается, идти в сужение. И мы начали приниматься, варить клетку, именно вот боковые части, верхние, боковые части, верхние части клетки, если можно так ее назвать. И вот тут уже были действительно небольшие трудности, потому что нужно было реально грамотно рассчитать так, чтобы они потом все эти стороны сходились вместе в один угол и не задевали нужные части автомобиля, там такие, как двери и так далее. Направлю взор, может, она ждет ряды, Это вздор, не издав дикий крик, Камнем брошусь вниз, Это моей жизни заключительный каприз, Разбежавшись, прыгну со скалы, Вот я был, и вот меня не сняла И так спасибо, спасибо, видишь, ты Лишь от нас там, кого ты потеряла Кого ты потеряла Кого ты потеряла И уже на этой части сборки клетки, У меня уже все были обуглены, я не знаю, руки, если можно так назвать, Ну вот понимаете, когда летит сварка, вот эти вот угольки, вот это вот все, Ну, очень сильно страдает, я не знаю, некоторые перчатки даже не помогают на самом деле, И те, которые были куплены, краги для сварки в Le Roi Merlin, Они, к сожалению, порвались в одной части, то, что я их там зашил, в итоге нитками, это ничего не помогало, В общем, это страдание, просто реально страдание, Но это только мы на момент сделали боковые стенки, Представьте, что будет дальше, когда я буду варить клетку сверху, Я об этом еще не подозревал, I feel it deep within, it's just beneath the skin, I must confess that I feel like a monster, I hate what I've become, the nightmare's just begun, I must confess that I feel like a monster, I, I feel like a monster, I, I feel like a monster, И вот уже приступив к варке в верхней части этой самой клетки, Мои вещи выглядят примерно вот так абсолютно все, Все горело, на мне все что угодно, Я не знаю, кофты, штаны, вторые штаны, третьи штаны, Ребята, просто трое штанов ушло на то, чтобы реально сварить эту клетку, Да, мне многие в телеграм-канале, если кто не подписан, обязательно подпишитесь, Описали, типа, вот, возьми спецовку, там, и туда, Ну, когда уже Стас Басна терпелся, настрадался, Да, конечно, уже можно предлагать такие варианты, Но, да ладно, бог с ним, Если я еще как-то в момент постройки боковых стенок терпел вот эту вот летящую сварку мне на руки, на ноги и так далее, То, когда я начал варить вверх автомобиля, все, это хана, реально, сварка летит везде, На волосы, в уши, частички там на лицо как-то даже бывало попадали, Про руки, я там вообще молчу, это все, все усыпано, Я не могу, к сожалению, показать здесь на ютюбе, Насколько, как бы, да, у меня пострадала кожа, руки, ноги, Но обязательно переходите в телеграм-канал, Там я делал пост, где вот как вот меня на самом деле просто прожигало, И как я приходил домой, я просто маялся, Реально, это были бессонные ночи, Потому что спать было невозможно, горело все тело, реально вам говорю, Но, блин, слава богу, уже наконец-то клетка эта готова сзади, Дальше уже на самом деле не такая грязная и не такая щепетильная работа начнется, Хотя, наверное, не менее щепетильная, в плане того, что нужно будет ровненько отрезать, Следующий этап, это идет фанера, Которая нужно будет обшивать каждую стенку данной клетки, И перед тем, как начать укрывать фанерой вот те самые стенки в этой клетке, Нужно предварительно зачистить болгаркой вот эти вот сварные швы, Которые немного выпирают, чтобы фанера потом к профилю идеально прилегала. Как вы уже поняли, это магнитола, а тот... И реально, в один момент у нас случилось просто, Просто, пожалуйста, дымит все, Я вообще сотри, гори, горят штаны. А он еще так смотрит, да, что как будто похер на них уже. Да, потому что, блин, это уже типа третьи штаны, Которые, которые тупо здесь сгорают.